Здравствуйте! В прошлом видео я уже вам рассказывал о трёх доступных моделях тепловизоров. Это Fluke WT04, FLIR TG165 и прототип новейшего FLIR C2. Но тогда это были такие чисто субъективные впечатления от того, что взял приборы в руки, покрутил и что чувствуешь. А сейчас мы поговорим о технической стороне вопроса. Начнём с Fluke. Этот прибор Fluke WT04 компания позиционируется как визуальный инфракрасный термометр. Ну, это, конечно, маркетинг, чтобы его отделить от более дорогих, собственно, тепловизоров. Но есть и техническая подоплёка в таком названии. Дело в том, что в обычных тепловизорах стоит матрица, называемая микробалометром, состоящая из терморезисторов. А здесь стоит матрица из пьезоэлектрических... Ой, извиняюсь, пироэлектрических датчиков. Значит, такие датчики обычно используются в инфракрасных термометрах, пирометрах. Но там это один датчик, измеряющий температуру в одной точке. Здесь же сделали матрицу. 31 на 31 датчик. И, соответственно, получили изображение тепловое. Ну, конечно, 31 на 31 – это меньшее разрешение иконки на рабочем столе Windows. То есть, не очень большое. И чтобы это скомпенсировать, во-первых, сделали относительно небольшой угол обзора – 28 градусов. Так что на каждый датчик приходится не такой уж большой участок пространства. Во-вторых, добавили камеру видимого диапазона. И, соответственно, мы сканируем пространство, находим какое-то мутное, тёплое или холодное пятно. А дальше, нажимая кнопки, мы меняем совмещение тепловизионного и видимого изображения. И смотрим, что это, ну, в данном случае у нас блок питания ноутбука. Значит, можно полностью тепловое изображение, можно полностью видимое. Можно в разной степени их смешивать. Если сохранить картинку в формате, собственно, компании Fluke, то потом менять коэффициент смешивания можно будет на компьютере. Ну, если сохранить картинку в формате BMP, то, соответственно, будет просто, как бы, скриншот экрана, и всё, ничем менять уже нельзя будет. Какой тут есть большой минус? То есть у нас, казалось бы, вот температура выводится, и логично предположить, что эта температура измеренная по центральному пикселю. Но, к сожалению, эта температура измеренная по квадрату, вот отмеченному на экране, 7х7 пикселей. То есть довольно большая область, и по ней усредняется температура, причем даже потом на компьютере никак нельзя посмотреть температуру отдельного пикселя и в какой-то другой области, кроме центра экрана. По всей видимости, это связано с большими шумами матрицы, они здесь где-то втрое выше, чем у тепловизоров, поэтому пришлось усреднять. Что это даёшь, чем это мешает? Вот если я возьму вот так вот палец, поставлю, направлю на него прибор, то получается, что у меня палец буквально занимает треть ширины области. И, соответственно, измеряется температура большей частью не кончика пальца, а вот двери за ним. Он, кстати, довольно долго сохраняет картинки. Я потом картинку вставлю в конце видео, чтобы было нагляднее всё видно. Но это всё про недостатки. Есть ли у этого прибора преимущества? Да, безусловно, у него есть серьёзное преимущество. Вот здесь резьба, вы можете поставить его на штатив, и в меню можно настроить автоматическую съёмку. То есть он может либо через определённые интервалы снимать, либо он может снимать при превышении температуры объекта в центре картинки какого-то критического значения, которое вы установите. Соответственно, это очень удобно, если у вас есть задача длительного наблюдения за каким-то статичным объектом. Поставили на штатив, включили прибор и пошли пить чай, пока он снимает. Ну, для других применений, если вам нет нужды, чтобы он автоматически снимал, стоит посмотреть вот следующую модель, FIER TG-165. Производитель тоже её позиционирует в маркетинговых целях не как тепловизор, а как термографический пирометр или что-то в таком духе. Но тоже здесь есть некая техническая подоплёка. Вот здесь вот у нас стоит тепловизионный модуль FIER Liptone с разрешением 80 на 60 пикселей. Но он не калиброван. Вот здесь вот вводится температура, но эта температура не с матрицей тепловизора. Она измеряется отдельным пирометром. Соответственно, здесь на картинке, вот в центре крестик, он лишь примерно, условно указывает область, в которой измеряется температура. Чтобы узнать точную область, где измеряется температура, есть вот двойной лазерный указатель. Вот расстояние между этими точками – это диаметр области, по которой усредняется температура. Но надо сказать, что эта область всё равно вторая меньше, чем в случае флюха. Вот если я также возьму палец, то оба маркера лазерных я могу навести на палец и, соответственно, измерить температуру в меньшей по размеру области. Но тут нет никаких дополнительных возможностей. Его тоже можно поставить на штатив, но автоматически он у вас снимать не будет. Видимой камеры здесь нету. Снимает только BMP, как бы, скриншот. Опять-таки, вставлю в конце видео картинку своего пальца, чтобы было понятно, можно было сравнить эти два прибора. Ну, как бы, для большинства применений он крайне удобен. Здесь нет ничего лишнего. В меню можно разобраться буквально за полминуты. Так что, в большинстве случаев, это наилучший выбор, на мой взгляд. Ну, и теперь переходим вот к прототипу FLIR C2. Это уже без всяких оговорок тепловизор. Здесь стоит тоже модуль FLIR Lipton, но, к сожалению... Ну, вернее, как... Этот модуль, он калиброван, он измеряет температуру. То есть, мы измеряем температуру прямо по изображению, как в нормальных тепловизорах. К сожалению, Lipton нельзя откалибровать выше 150 градусов по Цельсию. То есть, диапазон измеряемых температур от минус 20 до плюс 150. В большинстве случаев хватит, но иногда вам может этого не хватить. Вот здесь, например, пираметр измеряют до плюс 380. То есть, это считается... Вот, у Ц2 относительно небольшой диапазон температур. И второй минус у него это батарейка. Она садится довольно быстро. Ну, заявляется 2 часа непрерывной работы, когда у этих приборов где-то часов по 8. Ну, и в своей практике это единственный прибор, который мне приходилось заряжать. И эти два, сколько я не тестирую, вообще не садятся батарейки. Но дальше одни плюсы. Он измеряет температуру именно по тепловому изображению. Соответственно, это очень небольшой участок. Вот, могу так же навести. Это даже кусочек пальца, а не весь палец у меня получается. Дальше прибор этот имеет видимого диапазона камеру вторую и объединяет картинку по технологии MSX, видимую и тепловую. У меня есть на канале более подробное видео именно про MSX. Это очень удобно. Он выделяет контуры объектов в видимом диапазоне, накладывает на тепловое изображение. Соответственно, вам вот здесь нужно постоянно переключаться. Больше теплового, больше видимого. Здесь вот сразу у вас есть максимум информации и из теплового, и из видимого диапазонов. То есть, предельно удобный прибор, самый компактный, самый удобный. Единственный еще небольшой минус, что у него нет SD-карточки, только встроенная память, и там что-то около 160 мегабайт, но учитывая небольшой объем кадров, сотни килобайт с чем-то, обычно этого хватает. Да, еще он каждый раз, когда нажимаешь снять, он, наверное, снимает так называемый радиометрический GPX, то есть это GPX, который видит любая программа просмотра картинок, но в то же время к нему приложены все данные с тепловизионной матрицы. В специальной программе вы можете посмотреть температуру каждого пикселя и можете просмотреть отдельно кадры тепловые из камеры видимого диапазона. Ну, в общем, вот как-то так. Спасибо за внимание. Смотрите мои дальнейшие тесты этих приборов.